К нашему эфиру присоединяется Иманс Лепинш, латвийский журналист и писатель. Иманс, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Доброе утро всем. Начнем с заблудившегося, в кавычках, конечно, шахеда. Месяц назад в Латвии упал российский беспилотник, оснащенный взрывчаткой, который залетел в воздушное пространство страны с территории Беларуси. Знаем, что после этого в стране усилили ПВО на восточной границе мобильными боевыми группами, а вот буквально на днях состоялось заседание Совета национальной безопасности по этому инциденту. Есть ли у вас информация о результатах этого заседания? Может, есть конкретные решения, как действовать, если подобное повторится? Правительство и наше Министерство обороны, и наша армия сделала тот же самый вывод, что надо опять смотреть, что украинцы. И делали то же самое решение, что приняло уже два года назад в таких ситуациях Украина. У нас сейчас недалеко от границы Беларуси и недалеко от границы России протрулируют мобильные группы ПВО, которые, так как в украинской армии, ездят по тех местам, где ожидаются какие-то шахевы или другие провокации воздушные из России. И стоят здесь, они в нашем земле, наши военные готовы ездить и сбить следующего шахеда, если он тут появится. Что касается этим первым шахедом, он был поврежден украинской ПВО, из-за этого он потерял управление, и он пролетел через весь территорию Беларуси и, наконец-то, упал на территории Латвии. Сначала, конечно, общество Латвии было, скажем так, на это событие как провокации из России, но потом мы поняли, что это тоже хороший способ сделать правильные выводы из этого ситуации, и, конечно, наши это сделали. Но я бы сказал, что мы это сделали слишком медленно, и в следующем разу наша армия обещала сбить такого сразу, не ждать, когда он прилетет 100 километров в территорию Латвии, а потом сам упал и было детективизировано после того, когда он уже упал. В следующем разу это происходит сразу. Ну и оказалось, что наш натовский радар может смотреть в глубине территории Беларуси и понимать, когда такое будет прилететь, и мы будем принимать решения побыстрее, и, скажем так, будем действовать так, как в таких ситуациях действует Украина. Накануне Сейм Латвии принял поправки к закону о военной службе, которая, в частности, предусматривает, что в случае мобилизации латвийской армии могут служить и граждане других стран. Ну, в чем суть этих поправок, и вот если конкретно по данному моменту, какие именно страны могут служить, представители каких стран могут служить в латвийской армии, и, может быть, какие-то требования к иностранцам для приема на службы особенные? Когда этот закон начинает действовать, будет так, что граждане военные других стран, НАТО и ЕС, а также граждане таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, где исторически живет много латышей на Диаскоре, они могут вступать в латвийскую армию и они должны знать либо, конечно, латышский язык, либо французский или английский язык, потому что эти французские и английские – это тоже языки управления войсками внутри НАТО. Конечно, я сам знаю и сам говорил с этими латышами, которые, например, служат в ЗСУ и принимают участие в военных действиях. И такая схема будет сейчас существовать тоже. Имманс, есть информация, что Швеция готовится отправить в Латвию свои войска и планируется, что уже через несколько месяцев к силам НАТО присоединятся около 600 военных. Кроме этого, в Латвию отправят боевые самолеты для патрулирования неба НАТО, военные корабли. Скажите, вот насколько это усилит обороноспособность страны? И вот жители Латвии как вообще к этому относятся, что появится новый военный контингент? Ну, это тот факт, что Швеция сейчас будет тренироваться, учиться и защищать территорию НАТО вместе с тем странам, которые уже много-много лет были в составе НАТО. Это исходит из того факта, что Швеция только в этом году наконец-то присоединилась к блоку НАТО после 200 лет нейтральности, которого раньше Швеция принимала после разгрома в Полтавской битве. Но этот 200-летний период наконец-то окончился для шведов. И сейчас они будут действовать в рамках НАТО и, конечно, уже помогают Украине. У нас в странах Балтии уже сейчас много-много-много тысяч военных из других странах НАТО. И этот шведский батальон, это означает, что они будут присоединиться к тем военных подразделениях из Испании, из Польши, из Америки, из Великобритании, которые уже здесь у нас тренируются и готовы защищать нашу территорию уже много лет. Скажем так, после 2014 года этот процесс начинался и, скажем так, происходит посильнее и посильнее. И сейчас, как всегда, у нас тренируется около 6000 украинских военных, у которых полегче приезжать здесь и тренироваться здесь. Они здесь постоянно находятся на ротации. Когда они окончат подготовку, они отправляются назад в Украине. Ну и другие приезжают к нам тренироваться в Латвии. Это такой факт, о котором много не говорит. Их не можно встретить. Но каждый год украинцы маршируют вместе с нами. Я вот оговорился, как раз хотел по заявлению Эдгара Ренкевича сказать вам, президента страны, что на границах Латвии и ее союзников продолжается гибридная война. И вот этому заявлению предшествовало задержание более 40 нелегальных мигрантов и их перевозчиков. Но вот хотелось бы от вас узнать подробности этой операции. Там достаточно серьезный был расклад и замаскированный под полицейскую машину микроавтобус, погоня, стрельба. Что известно сейчас по факту этой операции? Стала ли она, скажем так, возможной? Стало ли возможным задержание из-за того, что все-таки режим на границе, режим контроля был усилен? Да, вы правильно поняли. Это не какой-то секрет, что уже много лет Белоруссия гоняет всяких мигрантов из Ближнего Востока и в таких странах, как Афганистан, Сирия и других. Режим Лукашенко приглашает нелегальных мигрантов на территорию Белоруссии. И потом они гоняют мигрантов через границу на Польшу, Литву и Латву. Из-за этого сначала Польша построила вот такой забор, как вы видите сейчас на экране. Построила границу с Белоруссией, потом Литва. И наконец-то мы окончили тот же самый забор, которого сейчас вы тут видите. И из-за этого мигранты не могут больше так легко поступать через границу. Кстати, у нас в Латвии будет судебный процесс над организатором контрабанды людей, но не на самых этих мигрантов. Они их задержали и отправили назад в Белоруссию. То есть с ними обходились как с человеками. Но, конечно, две контрабандисты мигрантов, они задержаны, они арестованы. И сейчас будет судебный процесс. У них тут грозит, ну тут в среднем 15 лет в тюрьме. Хотели еще узнать на границе с Россией, как сейчас обстоят дела. Известно, что не так давно Латвия устанавливала там зубы дракона. И это часть такой Балтийской линии обороны, там совместного проекта. Это Латвия, Литва и Эстония. И этот проект это против потенциальной угрозы со стороны Российской Федерации. Да, можете рассказать кратко про ситуацию? Ну, как я сказал, мы уже построили забор на границе с Белоруссией. Сейчас строится тоже самый забор на границе с Россией. Но, конечно, мы сейчас, как мы понимаем, российского танка простой забор не будет останавливать. Из-за этого сейчас мы тут развиваем противотанковые средства. Будет линия вторая и третья линии обороны, если нужно. Сейчас сделали такое большое хранилище недалеко от российского границы, где эти противотанковые ежики и эти так называемые зубы дракона храняются. Конечно, войска тренируются поближе к границе с Россией. И, как сказал наш президент Ринкевич, мы не будем отдать ни сантиметра от нашей земли. 24 октября в Риге состоится третий парламентский саммит Крымской платформы. Вот и до вашей страны добралась наша Крымская платформа. Ожидается, что более 30 делегаций из разных стран будут обсуждать глобальные последствия российской агрессии. Какое значение для Латвии будет иметь проведение этого саммита? Да, я тоже буду там участвовать, я тоже буду там. И, ну, конечно, Латвия поддерживает Украину во всяких способах и видах. Ну, сейчас это уже следующий способ, дипломатический способ, как помогать Украине. И, конечно, помогать кримским татарам. Потому что Латвия уже давно, много-много лет назад официально признала депортацией кримских татаров в 1944 году как кремлевскую геноциду против кримских татарам. Каждый латыш знает, что кримских татаров депортировали. Еще побольше, чем наш народ. Из нашего народа депортировали в Сибири только не больше, чем 50 тысяч латышей. Но кримские татары, это знаем, они были депортированы весь народ, сколько было тех их депортировали. И все в Латвии знают, что кримские татары могли возвращаться домой только в 1991 году и только под Украиной, когда уже была демократия. И голова кримско-татарского межлиса Рефа Чубаро, он когда приезжает в Латвию, каждый раз он это все опять рассказывает, что Украина это была единственная форма страны, под которого кримские татары не получили репрессий. И, ну, конечно, много, тоже много латышей, 10 и больше лет назад были когда-то в Крим в отдых. И мы помним, какая хорошая была жизнь в Криму, скажем так, до аннексии, потому что много латышей видели этого как туристы. Так что это не случайно, что кримская платформа будет происходить в Латвии. Ну и, конечно, это еще один способ, как помогать людьми. Ваша роль, вы сказали, что вы будете принимать участие в заседании этой очередного саммита Крымской платформы. Но вот чем вы лично будете заниматься, вот интересно, у нас минута эфирного времени остается. Каков ваш интерес и какой интерес Крымской платформы в вашем присутствии, скажем так? Это очень просто. Вчера конгресс украинцев в Латвии позвонили мне и рассказали, что мне надо участвовать от конгресса украинцев в Латвии, потому что другие листы из конгресса будут в то время ездить в Украину и доставать монетарку. Так что надо какой-то или украинец, или латышкий, который понимает украинский язык, должен участвовать, ну, скажем так, если даже не участвовать, тогда присутствовать. И, ну, так сложилось, что я тут тоже много лет назад у меня появились с Крымскими татарами, я тут дружу с ним, и я тут знаю их беду, и я думаю, что, ну, я, скажем так, так, я, будет попытка от меня, ну, тут помогать им в конгрессе, если надо, если нужно. Ну, и я как очевидец в 2014 году аннексии Крыма, о котором я тут писал как журналист, и потом как писатель. Ну, конечно, я сам этот видел, и никакой тут кремлевский пропагандист не будет рассказать меня, что они тут освобождали и присоединяли Крым, потому что я сам тогда, в этих днях, когда я тут был, я это все видел, и я продолжаю за этого все рассказать, если такой момент опять будет. Ну, успехов вам, Иманс. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Иманс Лепинч, латвийский журналист и писатель, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok